Вопрос, связанный с ударами по Саудовским НПЗ, мы не обсуждали. Но вы знаете нашу позицию, позицию в России. Во-первых, действительно в Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Это ситуация, которую вполне можно назвать катастрофой. И мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать. И призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру. Первое. Второе. Мы считаем, что самым лучшим способом разрешения этого кризиса являются договоренности между всеми сторонами, которые вовлечены в этот конфликт. И вот, находясь здесь, в Турции, в стране с преимущественным мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из Священного Корана, где сказано, вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами. Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. Вот, я думаю, что исходить нужно как раз из этого. В отношении помощи, в отношении помощи, и вы стали братьями по его же милости. Это подчеркивается, что то, что разделяет людей, и ведет к конфликтам, должно уйти на второй план, имея в виду духовную близость между людьми. А что касается помощи, что касается помощи Саудовской Аравии, то, кстати говоря, в том же Священном Коране сказано, и говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот, чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрые государственные решения. Так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...